Мое почтение, сидим дома. А что еще там делать-то? Покушали, сериальчик посмотрели, в интернет позалипали. Я предлагаю работать. Воркл, первый в России интернет-работодатель. Классная тема. Создали резиденты из Сколково, у них уже более двух миллионов подписчиков. Это удаленка. Я всем рекомендую не терять время даром и пройти по ссылке. И всем лордам, сэрам и пэрам будет 10 тысяч рублей на счет, если они пройдут базовый курс обучения. Классная тема, всем рекомендую. А сегодня мы с вами поговорим про то, как заправить рубашку, как выглядеть опрятно, чтобы она не выправлялась из брюк, не выскакивала. Что для этого делать? Первое. Когда покупаете рубашку, если вы ее покупаете, то берите рубашку, чтобы она была достаточно длинной. Чтобы как минимум 10 сантиметров было заправлено в брюке. Это даст вам запас, если вы будете поднимать руки вверх, если даже она будет выправляться, то не до конца. Второе. Футболку заправляете в трусы и уже рубашку заправляете в брюки. И вот тем самым вот этот весь слоеный пирог не дает рубашке вырываться из брюк. Мне не нравится это, во-первых, потому что в классическом дресс-коде не принято носить футболку под рубашку. А во-вторых, да и трусы, и футболка это предмет нижнего белья. Но мне кажется, трусы это более нижнее белье, чем футболка. И заправляя футболку в трусы, мы нарушаем какие-то правила гигиены. Но если кому-то это поможет, пользуйтесь. Третье. Этот способ мне тоже не нравится, но кому-то он поможет. Есть специальные подтяжки, которые прикрепляются к рубашке и к носкам. Тем самым у вас и рубашка не выправляется, и носки вниз не опускаются. Но этот способ попахивает каким-то БДСМом. Мне кажется, что это лишнее. Если я увижу человека, и у него на брюках будут пропечатываться эти подтяжки, я подумаю, либо у него протез, либо не знаю что. В общем, кому-то этот способ может тоже подойдет, но я лично его использовать не буду. Четвертое. Есть специальные брюки с таким поясом прорезиненным. Но у меня нет. У меня вот красивый материал в цветочек. Все по классике. Но здесь может быть такая вот резинка. Она тоже не будет давать рубашке выскакивать из ваших брюк. Думаю, что в принципе это действенный способ. Он не зависит от вашей рубашки. Но вообще-то, если честно, я вам в конце скажу самый лучший способ, чтобы рубашка из брюк не выскакивала. Пятый способ. Тоже фуфло. Это когда рубашка у вас из ткани стрейч. То есть она должна тянуться. У меня, видите, 100% хлопок. Она не тянется. Но теоретически, если рубашка тянется, и вы будете поднимать вверх руки, то вот эта часть будет растягиваться, и рубашка из брюк не будет выпадать. Но этот способ мне не нравится на 100%, потому что я люблю исключительно натуральные ткани. И всем вам рекомендую. Но если вдруг кому-то это поможет, пожалуйста, пользуйтесь. Шестой способ. Это способ заправки рубашки. На самом деле, если у вас рубашка широка в объеме, и у вас есть вот эти вот такие уши, на самом деле я не нашел у себя рубашки, которая мне в объеме велика. Но вот попытаюсь показать, как заправить вот эти вот лишние складки. Нужно убрать их спереди, расправить боковые швы. И вот видите, боковой шов вы берете большой палец и вот так вот загинаете. И вот это вот все заправляете в пояс. И таким образом складки будут только по бокам. Вот здесь. Этот способ мне нравится, я рекомендую делать именно так. Но если, конечно, ваша рубашка не шита на заказ. И седьмой способ. Это отличный рецепт. Для того, чтобы ваша рубашка не выправлялась из брюк, носите брюки с высокой талией. С высокой либо средней. Потому что я заметил, когда у человека низкая талия на брюках, если у него есть живот, ну вот как у меня, либо больше, это выглядит некрасиво. Вот здесь, в этом месте, вот где живот, обычно рубашка еще вот так вот расправляется. И это жесть. Но даже если человек в теле, если он носит брюки на живот с высокой талией, ему гораздо легче управляться со своей рубашкой. Так что носите классические брюки со средней или высокой талией. Ну и теперь главный совет и аналитика. Почему рубашка выправляется из брюк? Потому что она неправильно сшита, не по вам. У рубашки может быть низкая пройма. Если вы руку вверх поднимаете, то как раз вот это вот все и выскакивает. Если пройма по вам, чем выше, тем лучше. Если плечо рубашки не спущенное, а тоже по вам сделанное. Если у рубашки нет большого объема в груди, в спине, ну вот в этом грудном отделе и ниже, то все будет в порядке и рубашка не будет выпадать из брюк. Для этого лучше всего шейте рубашки в ателье. Либо если вы покупаете готовую рубашку, весь лишний объем нужно в том же ателье убирать. И все будет хорошо. Кстати говоря, у нас в салоне сейчас 30% скидки на пошив всей мужской одежды. Такого никогда не было. Пользуйтесь. Ссылка будет в описании. И хочу напомнить, что каждый мой новый ролик, кстати, это большая редкость, это не только радость для лордов, сэров и пэров, но и повод оставить комментарий, задать вопрос, написать свое мнение. Чем больше будет комментариев, чем больше будет лайков, тем быстрее я пойму, что нужно записывать новый ролик. Давайте качнем YouTube. Обязательно подписывайтесь на канал и нажимайте на колокольчик, чтобы получать мои ролики в первую очередь для самых преданных лордов, сэров и пэров. И да, подводим итоги конкурса, оделся как Джеймс Бонд. Вот победитель и его комментарий. Поздравляю победителя. Мое почтение. Моя почтение.